Продолжение из книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», страница 107. Прося Господа или Пречистую Матерь Божию, или ангелов, или святых, нужно иметь такую веру, какую имел Капернаумский сотник. Он веровал, что как слушались его воины и исполняли его слова, так тем более по всемогущему слову Всеблагого Господа исполнится его просьба. Если твари своей ограниченной силой исполняли то, о чем он их просил, то не исполнит ли сам владыка своей всемогущей силой прошения рабов своих с верой и надеждой к нему обращающихся? Не исполнят ли наших прошений с верой и надеждой и любовью приносимых и верные, сильные благодать и ходатайством Богу слуги Его, Пречистая Матерь Божия, ангелы и святые человеки? Воистину, и я верую сотникам, что если буду просить, как должно и о чем должно какого-либо святого, подай сие и подаст, приди ко мне на помощь и придет, сотвори сие и сотворит. Вот какую простую и сильную веру надо иметь. Всякая ложная мысль самой себе носит доказательства своей ложности. Это доказательство смертельности ее для сердца, мудрование плотской смерти. Равно всякая истинная мысль заключает в себе самое доказательство своей истины. Это доказательство животворности ее для сердца, мудрование духовное, жизнь и мир, говорит апостол. Римлянам 8.6 Тебе же самой душу пройдет оружие, да откроется многих сердец помышления. Лука 20.35 Было это с Божьей Матерью во всей силе сказанных слов. Бывает это и с другими людьми, добрыми и богобоязненными, и их сердце проходит оружие для того, чтобы обнаружились сердечные помышления, прикосновенных к ним людей. То есть Господь поставляет их иногда в такие отношения к людям, скрывающим в душах своих множество зла, но не обнаруживающих его, что они невольно высказываются от избытка внутреннего зла, устаях начинает говорить, и это зло, как нечистый поток или как целая река, течет из их уст. Тогда-то они начинают делать дела, недостойные человеческого имени, и только тогда люди узнают, каковы были сами в себе эти люди, считавшиеся прежде умными, образованными, почтенными, книжники фарисеи, старые и новые. Да приедет царствие Твое, то есть царство жизни, ибо ныне продолжается царство смерти под владычеством большей части имущего державу смерти дьявола. Как приходит к человеку царствие Божие в этой жизни? Через сердечное покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное. Доставить нечестивые советы свои, серебролюбивое серебролюбие свое, обманщик обманы свои, пьяный пьянство, Чревоугодник чревоугодия свое, блудный свое блудодеяние, гордый гордость свою, тщеславность тщеславие свое, Завистник ненасытимый зависть и ненасытимость свою, нетерпеливый ропотный нетерпение ропот свой, И да научится все делам любви христианской, особенно же немощи немощных носить. Римлянам 15.1 Наружная молитва нередко исполняется насчет внутренней, а внутренней насчет наружной. То есть, если я молюсь устами или читаю, то многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь, лицемерю. Устами выговариваю одно, а на сердце другое. Уста говорят истину, а сердечное расположение не согласуется со словами молитвы. А если я молюсь внутренне, сердцем, то не обращая внимания на выговаривание слов, я сосредотачиваю его на содержании, на силе их, приучая сердце постепенно к истине и вхожу в то самое расположение духа, в каком написаны молитвенные слова, а таким образом приучаясь мало-помалу молиться духом и истинною. По словам вечной истины. Кому мы поклоняемся? И Бог ищет таких поклонников в духе и истине. Когда человек молится наружно, вслух, тогда ему не всегда можно уследить за всеми движениями сердечными, которые слишком быстры, так что ему по необходимости надо заняться выговором, внешней формой слова. Таким образом, у многих причетников, бегло читающих, образуется совершенно ложная молитва. Устами они как будто молятся. По всему зришь их, аки благочестил их, а сердце спит и не знает, что уста говорят. Это происходит от того, что они торопятся и не размышляют сердцем о том, что говорят. Надо молиться о них, как они для нас молятся. Нужно молиться, чтобы их слова доходили до сердца их и дышали его теплотою. Они для нас молятся словами святых людей, а мы об них. Мы грешим помышлением, словом и делом. Чтобы сделаться чистыми образами Пресвятой Троицы, мы должны стараться о святости своих помышлений, слов и дел. Мысль соответствует в Боге, Отцу, слова Сыну, дела Духу Святому Всесовершающему. Грехи помышления в христиане немаловажное дело, потому что все угождение наше Богу заключается по свидетельству святого Макария Египетска в помышлениях, ибо помышления – суть начала, от них происходят слова и деятельность. Слова, потому что они или дают благодать слышащим, или бывают словами гнилыми, и служат соблазном для других, расклевают мысли из сердца других. Дела тем более, потому что примеры сильнее всего действуют на людей, «Увлекая к подражанию им». Господь твой есть любовь. Люби Его и в Нем всех людей, как чадо Его во Христе. Господь твой есть огонь. Не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью. Господь твой есть свет. Не ходи во тьме и не делай ничего в темноте разного, без рассуждения и понимания или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот. Будь и ты для ближних источников милости и щедрот. Если ты будешь таким, то улучшишь спасение со славой вечной. Кто поспешно, без сердечного понимания и сочувствия читает молитвы, побеждаемой своей ленивой и сонной плотью, тот служит не Богу, а в плоти своей. Самолюбие своему и ругается Господу своим невниманием, без участием своего сердца в молитве. Ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в Духе и Истине. Нелицимерно. Как бы ни лениво и расслаблена была твоя плоть, как бы ни клонила она тебя ко сну. Преодолей себя. Не посиди себя для Бога. Отвергнись себя. Да будет дар твой для Господа совершен. Дай Богу твое сердце. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь, день дню передает речь, и ночь ночи передает знания. Такое безмолвное, но очевидное предание Небеса сотворения их всемогущим дошло и до нас. И нет языка или наречия, которому не было бы понятно это предание. Теперь же, со времени воплощения Сына Божия, всю славу Божию, славу любви Его к роду человеческому, как и славу творения, поведает Евангелие и Святая Церковь. Глазы проповедников Евангелия, совершителей тайн и молитв пастырей, щецов и певцов, глазы колоколов, не исключается и проповедь неба с его светилами, но проповедь живым голосом живее, внятнее, поразительнее. О славе Господа вещает и вся земля, все бытие земное. Ни при каком деле домашнем и служебном не забывайте, что сила ваша, свет ваш, успех ваш есть Христос и крест Его. Поэтому не примите взывать к Господу перед начатием дела, «Иисусе, помоги мне!» «Иисусе, просвети меня!» Таким образом будет поддерживаться и возгреваться в сердце вашем живая вера и надежда ваша на Христа, ибо Его сила и слава во веки веков. «Смотри, не забудь, христианин, и не потеряй когда-либо сердечной веры в Того, кто есть невидимая жизнь Твоя, свет Твой, сила Твоя, дыхание Твое, то есть во Христа Иисуса. Не верь сердцу Твоему, когда оно одебелеет, помрачится, обневерится и охладеет от пищи и питья, от мирской рассеянности, или, наконец, от того, что ты будешь жить умом, а не сердцем, когда ум будешь упражнять, а сердце оставишь в небрежении, когда сеть будешь увеличивать и украшать, а самого ловца оставишь в бедности и нищете, ибо сердце есть сравнительно ловец или рыбак, а рассудок — сеть рыбака. При покое, просторе, услаждении плоти она оживает со всеми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении и томлении умерщвляется со всеми своими страстями. Вот почему премудрость и благость Отца Небесного подвергает и душу, и тело наше тяжким скорбям и болезням. И вот почему нам должно не только благодушно терпеть скорби и болезни, но и радоваться в них больше, чем в состоянии душевного спокойствия, простора и телесного здоровья. Ибо, несомненно, худо душевное состояние того человека, который не подвергается душевным скорбям или телесным болезням, особенно при обилии благ земных. Сердце его неприметным образом плодит из себя все виды грехов и страстей и подвергает его духовной смерти. Помни, что Господь в каждом христианине, когда приходит к тебе ближе, имей к Нему всегда великое уважение, ибо в Нем Господь, который через Него часто выражает волю свою. Бог есть действующий в нас и хотение, и действие по Своему благоволению, творящий по благой воле Божией. Филиппийцам 1.13. Не жалей для брата ничего, как для Господа, тем более, что ты не знаешь, в ком Господь приходит посетить тебя. Ко всем будь нелесоприятен, для всех добр, искренен, радушен. Помни, что и через неверных Господь иногда говорит или располагает их в сердцах к нам, как случилось в Египте с темничным стражем, коего сердца Господь расположил к Иосифу. Покой моего сердца в горнем и духовном, а не в дольнем и вещественном. Даруй же мне, Господи, присно, горнее мудрствовать и совершенно отвергнуть дольнее мудрствование, надеясь на благость Твою. Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя. Как слово человеческое открывает, что есть на уме и на сердце человека, открывает ум, незримый, владычественный, творящий, и через слово открывающее ум или мысль исходит из человека дыхание, так, несколько подобно, слово Божие являет нам Отца, этот великий, всесотворивший ум. И через слово же вечно исходит и является людям от Отца Дух Святой Животворящий, который есть сила Вышнего, сила Вышнего осених тебя. Теперь понятны слова Спасителя. «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет открыть Сын». Матфея 11, 27. «Видишь, только Сын открывает людям Отца, как наше слово, сокровенное в душе мысль нашу. Вот какое теснейшее единение между Отцом и Сыном, и каждому лицу свойственно владычество и свое, так сказать, дело. Потому Спаситель говорит ученикам, «Если я не пойду, то Утешитель не придет к вам. Если же я пойду, то пошлю его к вам». Слава тебе, Сыне Божий, открывающий нам Таинство Пресвятой Троица, Отца, Сына и Святого Духа. Слово Твое истина. Всеми и каждым порознь с словами Твоими мы живем. Они нам сладость, покой, жизнь. Особенно же слово об Утешителе. Укрепляйся в несомненном призывании Утешителя Духа. Он весьма известен тебе. Ты так часто призываешь Его на святые дары. Он по твоей молитве непременно и непрестанно присуществляет их всегда. И ты вкушаешь сам многократно плоды Его божественных действий. Бог Отец и жизнь. Бог Сын – жизнь. Бог Дух – Святой – жизнь. Строится святая жизнь. Жизнь в имени Отца и Сына и Святого Духа. Отвергни сердцем Отца. Отвергни жизнь Твоего сердца. Отвергни Сына. Отвергни жизнь свою. Отвергни Духа Святого. Отвергни жизнь свою. Так-таки отзовется Твое сомнение смерти в Твоем сердце. Скорбью, теснотою мучительную. А Бог останется Богом жизни в трех лицах. Отвергни сомнение сердца. Признаешь всем сердцем все три лица за Бога, за жизнь свою. И жизнь опять войдет в сердце. Бог в Троице поклоняемый в самом Себе есть. Ей. Аминь. Ты написал книгу, положим, о Святой Троице, и отпечатал ее в тысячи экземпляров. А можешь и столько, сколько тебе угодно. И во всех этих книгах у тебя не только один Дух, но одни и те же слова, одна и та же форма. Так и с приношением тела Христова. По Вселенной в бесчисленном множестве церквей приносится оно на всех алтарях христианских церквей. Действует одна и та же Троица. Во всех агнцах один и тот же Христос и Дух Его, как в книге содержание ее. Везде одна и та же форма приношения. И выходит, что это Святейшее Таинство есть как бы единая, великая, священная книга любви Господа к роду человеческому, которая в бесчисленном количестве приуготовляется по Вселенной по одной и той же форме с одним и тем же живущим в ней Духом любвеобильным, взявшим на себя грехи мира, Духом Христовым. Еще подобие. Какое множество на земле отдельных личностей человеческих. У всех одна форма тела. У всех одинаковая душа с едиными, хотя и не с одинаковыми способностями. И всем этим личностям одно название Человек. Все люди как один человек. И от одного начала все произошли. первоначально от Бога Отца и Сына и Духа Его, а потом от одной Читы. Поэтому, между прочим, и повелевает заповедь Божия любить каждого как себя по тождеству, то есть нашей природы. И так видишь много лиц, и они одно по тождеству природы, души и тела. Так и Господь в животворящих тайнах своих, где бы они ни приносились, есть вечно единый и нераздельный Создатель от единой крови всего рода человеческого. Через единый Дух Свой, живущий в тайнах тела и крови, совершаемых во всех церквах мира, хочет Он соединить с Собою нас, отпадших через грех и покорность дьяволу от соединения с Ним. И то, что во всех нас есть разъединяющего с Ним и между собой отсечь и очистить. Да будут все едины, как Ты, Отчего, мне и Я в Тебе. Так они в нас да будут едины. Вот цель Таинства Причащения. Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовой, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше, в сердце младенца, вместе с возрастанием тела усиливается, так что потом является на свет младенец сокрытым и гнездящимся в сердце его дьяволом. О, какая бесконечная благость и премудрость Господа открывается в даровании нам причистых тайн тела и крови его, в том, что они принимаются христианином в самое сердце, туда, где гнездится дьявол, имеющий державу греха и смерти, в совершенное противоядие ему, в даровании нам святости и жизни и в прогнании греха и смерти. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердце наше вселяется Христос, жизнодавец, святыня наша. Больше есть Господь наш дьявол, а если же дьявол живет и действует в наших сердцах через разные привязанности наших предметам земным, то как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим, как не входить в сердца наше Христу именно в плоти и крови своей в соответствии нашей духовности и вместе плотяности. Еще, если дьявол может давать дух и слово иконе зверинной Апокалипсис 13.15, то как Христос не может вселиться в хлеб и вино и не притворить их, не усвоить их совершенно себе как плоть и кровь. Зажигательное стекло тогда зажигает дерево или бумагу или другое, что удобно сгораемое, когда мы наведем его на предмет так, что лучи солнечные, сосредоточенные в фокусе стекла, все сосредотачиваются на одной точке зажигаемого предмета, всей своей совокупности действует на него. И таким образом, как бы все солнце в уменьшенном виде помещается на предмете, так и в молитве, когда душа наша согревается, оживляется и воспламеняется умным солнцем, Богом, когда умом своим, как зажигательным стеклом, мы наведем на сердце, как на духовную точку в нашем существе, это мысленное солнце, и когда оно будет действовать на сердце всей своей простотой и своей силою, тоже и о Бога Матери, и об ангелах, и святых. Наведи на свое сердце их образы, так, как они есть, со всей силой и святынью. У нас сердце примет озарение их на себя с возможной полнотой и силою. Оно воспламенится и с любвеобильным, как бы огненным действием. Их чистота, святость, благо, сила сообщатся к твоему сердцу, и оно будет самоочищаться, самоукрепляться в вере и любви. И чем далее, чем решительнее и постояннее ты будешь иметь сердце свое обращенным к Богу и к Его святым, тем более будет сердце твое просвещаться, ощущаться и оживотворяться. Если призываешь какого-либо святого с сомнением в близости его к тебе или слышании им тебя, и сердце твое поразится теснотою, переломи себя или лучше сказать точно же преодолей с помощью Господа Иисуса Христа гнездящегося в сердце клеветника дьявола. Призови святого с сердечной уверенностью, что он близ тебя в духе святом и слышит твою молитву. И тебе сейчас станет легко. Тяжесть и томление сердца на молитве происходят от неискренности, от лжилости и лукавства нашего сердца. Подобно тому, как в обыкновенной речи с людьми мы чувствуем себя внутренне неловко, когда говорим с ними ни от сердца, ни истина, ни искренно. Жестоко тебе есть против вражна идти. Будь всегда и везде истинен сердцем, и всегда и везде будешь иметь мир сердца, но особенно будь истинен в беседе с Богом и со святыми, ибо дух есть истина. Во время молитвы каждое слово нужно произносить сердцем с той силой, какая содержится в каждом из них, как и лекарство принимается обыкновенно соответствующую каждому из них лекарственную, данную им от Творца силою. И если выпустим силу или эссенцию лекарства, тогда оно не будет действенное и набьет только оскомину. Так точно, если на молитве будем произносить слова без силы их, не чувствуя их истинным сердцем, мы не получим пользу от молитвы, потому что истинная и плодотворная молитва должна быть в духе и истине. Слова молитвы соответствуют лекарственным составам или специям, имеющим каждое свою силу и вместе составляющим целебный для тела прием. Как аптекари берегут силу ароматичных составов лекарственных, держа их крепко за купоренными стеклянницах или в другом каком сосуде, так и мы должны хранить крепко силу каждого слова в своем сердце, как в сосуде, и не иначе произносить его, как в соответственной ему силою. Молясь, нужно все творение представлять, как ничто пред Богом, а единого Бога всем, все содержащим, как каплю воды вездесущим, действующим и все оживляющим. Молитва это золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он член и более всего с Богом, источником жизни. От Бога изошла душа к Богу и догрядет всегда через молитву. От молитвы великая польза для молящегося, она упокоивает душу и тело. Она упокоивает не только душу самого молящегося, я упокою вас, но и часто души представшихся пратьев, отец и братьев наших. Видите, как важна молитва. Как дым от горящего дерева идет в воздух, так душа из тела предавшегося горению ткления. Совесть в людях есть не что иное, как глаз сходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего. Как все создавшие един сущий Господь знает всех, как себя. Все мысли, желания, намерения, слова и дела людей, настоящие, прошедшие и будущее. Как бы я не забежал вперед своими мыслями, своим воображением, Он там прежде меня. Я всегда неизбежно в нем совершаю свой бег, всегда имея его свидетелем путей моих. Очи его отверсты на все пути сынов человеческих. Иеремия 32, Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Вот перед нами живой человек, его глаза устремлены на нас, его уши отверсты к слушанию перед нами. Перед нами тело и душа его, но тело мы видим, а душу нет. Не видим его помышлений, его желаний, намерений, между тем, как нет мгновения, в которое бы душа его не мыслила и не жила соответственным ей образом. Так точно перед нами и около нас природа видимая и весь прекрасный видимый Божий мир. Совесть каждого человека это луч света от единого всех просвещающего духовного солнца Бога. Через совесть Господь Бог державствует над всеми, как царь праведный и всемогущий, и как могущественный держава его через совесть. Никто не силен совершенно заглушить ее голоса. Она говорит безлицеприятия всем и каждому, как глаз самого Бога. Через совесть мы все у Бога, как один человек. Потому и десятисловие обращено как бы к одному человеку. Я есть Господь, Бог твой, да не будет у тебя, не сотвори кумира, не приемли, помни день субботний, чти отца твоего и мать, не убей, не прелюбодействуй, не укороди, не лжесвидетельствуй, не пожелай. Исход 20 глава. Или возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как сам себя. Потому что Он совершенно то же, что Я. Стараясь соблюсти единение Духа в союзе мира, Великая заповедь, Исисянам 4.3, Необходимое исполнение ее, блюсти единение Духа. Этого и желал всегда и желает, об этом молится и молился Сын Божий к Отцу. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, молился он об учениках, которых Ты дал мне, да будут едино, как и мы. Не о всех молю, но о сих верующих, Слово мое, ради Слово в меня, да будут все едино, да и мир имеет веру, что Ты меня послал. Видишь ли, что единство наше не по духу, по жизни, громко доказывает и божественная божественность основателя нашей веры, Господа Иисуса Христа. Единство наше по духу, по жизни. Кто желает всех соединить, сделать, как бы одной душою, и делает так, Тот значит и шел от единого Бога, все сотворившего, все соединившего под собою, и отторвшихся от единства прислушанием, опять хотящего возвести к единству с собой через веру и послушание. Учители, приходящие не от Бога, не званные от Него, не посылаемые им, я не посылал их, а они побежали. Иеремия 23, 21. Никто сам собой не приемлет всей чести, но званные от обыкновенно вносят в общество людей разъединения, разногласия. И этим ясно изобличают себя, что они не от Бога. Таков лютер, таковы расколоучители, таковы все еретики. Они разъединили единую Церковь Божию, рассекли несекомую множественную единицу, соединенной под единым главою Церкви Христом, одушевленную единым Духом Божиим. И этим доказали, что они были орудия дьявола, которые о том заботятся, чтобы разъединить, расточить и рассеять овец в Господних. Волк расхищает их и распудит овец. Слава вере христианской православной! Истинный плод всегда был и есть единение верующих между собой через любовь и общение благ духовных и вещественных. Чем более удаляются христиане от духа веры своей, тем более они разъединяются самолюбием, тем более заключаются в себе, тем менее имеют общение в благах духовных и материальных, особенно в материальных с нуждающимися, тем более истекает в них любовь и тем более бедствует человечеству. Истинное христианство и на земле водворяет благополучие, потому что оно смотрит на христиан как на одно великое тело, в котором есть вселенные благородные и неблагородные, не по природе, а по месту и по делу, сильные и слабые, богатые и бедные. И дух Божий ходатайствует в душах сильных или богатых, а помощь слабым или нуждающимся через общение духовных и материальных благ. Народу веровавшему и сердце и душа едины были. Честь России во время голода оказавшей дружную помощь потерпевшим от неурожая. Нелюбовь, вражда или ненависть не должны быть известны между христианами, даже по имени. Разве может быть нелюбовь между христианами? Везде ты видишь любовь, везде обоняешь благоухание и любви. Бог наш, Бог любви, царство его, царство любви. Из любви к нам он не посидел для нас сына своего единородного и на смерть предал его за нас. Дома ты видишь любовь на домашних, потому что они запечатлены в крещении и миропомазании крестом любви носят крест, вкушают с тобой в церкви вечерю любви. В церкви везде символы любви, кресты, крестные знамения, святые угодившие любовью к Богу и ближним и сама воплощенная любовь. На небе, на земле везде любовь. Она покоит и услаждает сердце, как Бог, тогда как вражда убивает душу и тело. И ты всегда и везде обнаруживай любовь. Еще ли ты будешь не любить, когда везде ты слышишь проповедь о любви, когда только человеку убийца дьявол есть вражда вечная, который своего сына не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. Главное величайшее дано все прочее чего не попросим бесконечно меньше сына Божия. Потому благонадежно можем просить у Бога всего о имени Иисуса Христа всякого блага, о каком только можем помыслить. Если что просите у отца во имя мое, то сотворю да прославится отец сыне. Прощение ли грехов и упокоения просишь усопшим? Он есть ощущение о грехах всего мира. Кровь его ощущает нас от всякого греха. Он может простить и усопшим всякое согрешение содеянное ими словом, делом или помышлением. Он есть воскресение и жизнь и покой усопших рабов своих. Просишь ли благ живым людям и себе? Что хотите, просите, говорит он, и будет вам. Как известно Господу число звезд небесных, так ему известно число ангелов небесных и число их мыслей, как известно ему число песка морского и число песка и твари всей земли с их органами и составными их частями, великими и до бесконечности малыми, так известно ему число атомов всех стихий, бесконечную бесконечность малых, так известно ему число рода человеческого, который был, который есть и который будет, число мыслей всех бывших людей, всех настоящих и всех будущих, число всех их сердечных движений, слов и дел, как в природе чувствительное ничто не сокрыто от него, ни малейший атом не пропадает, потому что как может уничтожиться без Бога, без его воли то, что приведено им в бытие, так и в природе духовной, не пропадет для него ни одна мысль, ни один помысл, ни одно сердечное движение, желание и дело, все в своих сокровищницах все бледется числом и мерой, то есть в том количестве и в той степени и силе, как что было, кроме худых помыслов, желаний, слов и дел, исповеданных или заглажденных исправлением жизни. Число всех атомов земных и атомов тварей земных, как число мыслей и движений человеческого духа, в этом отношении стоят в совершенной параллели. В самом деле, если сотворенное, орудное, мертвое, само по себе не уничтожается, то уничтожится ли то, что само получило от Господа способность творчества, господственное, живое, разумея мысль, облегшуюся в слово и самую виновницу мысли душу. И так невозможно. Готовьтесь к ответу смертное. Вас ожидают на суде все ваши помыслы, желания, слова, дела, добрые и худые, предпосланные вами туда с земли. Добрые все, худые, неисповеданные или не заглажденные противоположными мыслями, желаниями и делами. А всех их приведет тебя Бог на суд. Благоутровие Господне, не вводи суд с рабом твоим. Если беззаконие будешь замечать, Господи, то кто стоит пред тобою? Величайшее светило отражается в бесконечно малых телах земных, в бесчисленном множестве их, и образ человека отражается в малых зрачках глаз. Так мысленное Солнце Христос изображается в малых существах, людях, в бесконечном множестве их, также в самых малых частицах тела и крови своей, потому что первая вечная жизнь припростая единична. Солнце отражает во множестве малых и великих тел, освещает весь мир, покрывая собой всего его, так и Господь. Ветер один и тот же, но в бесчисленном многих местах производит силы, так и Дух Божий один и тот же, но в бесчисленных соборах ангельских являет силу и крепость свою во всех святых человеках, дышит где хочет, и голос его слышишь. Господь хранит не только все кости, но и образа святых угодников, не давая им погибать в тлении, пренебрежении и долгу лежания, взыскуя их чудесно, как это мы знаем из-за писания явлений чудотворных икон, особенно икон Пречистой Матери Божией, Владычицы нашей. Так Господу дорог образ человека, особенно святого человека, сосудом благодати. Через образ Он и чудеса творит, или подает невидимые силы, исцелений и утешения. Больше есть Бог сердца нашего и знает все. Сердечным оком своим мы видим и знаем самое малейшее движение сердечное, все мысли, свои желания и намерения, вообще почти все, что есть в душе нашей. Но Бог больше сердца нашего. Он в нас и около нас, и везде, на всяком месте, как единое всевидящее духовное око. Кольего только малым образчиком служит наше сердечное око. и потому знает все, что в нас. Лучше в тысячу раз яснее нас самих, знает в одно и то же время все, что есть в каждом человеке, в каждом ангеле и во всех силах небесных, в каждой тварь одушевленной и недушевленной, видит, как на ладони всю внутренность всей твари, будучи всякой из них присущ, и всякую из них, как творец и промыслитель, содержа в бытии и силах. Как в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно, Колоссиным 2.9, так и в животворящих тайнах тела и крови его. В малом человеческом теле вся полнота бесконечного, невместимого божества, и в малом агнце или хлебе, в каждой малейшей частице его вся божественная полнота. Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи, как солнце, хотя само всегда на небе, но лучами своими, как бы бесчисленными руками, досягает земли всей поверхности и сообщается всем органическим телам, входя в них. Солнце входит в тела лучами своими, разогревая, оживотворяя и возвращая их теплотою своею, прозрачные проходя сквозь или отражаясь в них всецелым кругом своим. Сколько прозрачных тел, столько и образов солнца, непрозрачные, твердые, неорганические, нагревая, так мысленное солнце Бог, хотя сам преимущественно на небесах, но животворящим духом своим, как бы лучами своими, сообщается сей разумной тварь, ангелом и человеком, проникая их духовное существо, освещая, оживляя, укрепляя, и возвращая, подобно солнечным лучам, проникающим органические растительные тела, оживляющим и возвращающим их, как солнце, само будучи на небе, освещает всю землю, сообщая свет всякой самой ничтожной твари и вещи, так и Господь ипостасным светом своим просвещает всех людей, ибо Он есть свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Все приступающие работать Господу в молитве, научитесь быть подобно Ему кроткими, смиренными и истинными сердцем. Не имейте лукавства в душе двоедушия, не будьте хладны, постарайтесь иметь дух его, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И Господь подобного себе и сродного ищет в нас, к чему могла бы привиться благодать его. Помните, что ни одно слово даром не пропадет в молитве, если от сердца говорится, каждое слово Господь слышит, и каждое слово у всех у него на весах. Нам кажется иногда, будто наши слова только воздух бьют напрасно, раздаются, как глаз вопиющего в пустыне. Нет, нет, нужно помнить, что Господь на молитве понимает нас, если можно так сказать, то есть наши слова точно так, как есть образ Божий. Господь отвечает на каждое желание сердца, выраженное в словах или невыраженное. С верой несомненной, пресчищая животворящих тайн, я осязательным образом получаю свездесущую Христову. Каким образом? Вот каким. В каждой частице тела и в каждой капле крови я принимаю все целых Христа. И таким образом вижу сердечными очами, что Он в одно и в то же время весь во всех частицах и каплях, сколько бы их не было до бесконечности. Так же точно Господь весь во всяком храме. И как храмы православные находятся по всей земле, то Господь не только божеством, но и душой, и телом своим присутствует на земле, везде сообщаясь верующих весь нераздельно и производя в них сладостные плоды, освещение грехов, освещение душ и телес христианских, праведность, мир и радость о Духе Святом, соединяя всех с собой, с Отцом и Святым Своим Духом. Знаем, кроме того, что Он и через усердную молитву вселяется в души верующих со Отцом и Духом Своим Святым, будучи присущ всему вещественному миру и разом оживляя его весь и каждую часть его порознь. Господь тем более присущ людям, особенно христианам, живет в них. Или не знаете себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы есть не то? Не тела ваша суть храм живущего в вас Духа Святого. Род человеческий есть единое, великое древо Божие, разросшееся по всей земле и ветвями своими покрывающее всю землю. К прежнему гнилому корню, падшему Адаму, Божией премудрости и благости привит новый живой корень, Господь Иисус Христос, от которого и ведут свое начало христиане, как отрасль, от целого дерева. В дереве жизнь земная, органическая, вроде христианском жизнь Христова, небесная, духовная. И на душевные способности и силы истинных христиан надо смотреть, как на силу самого Христа Иисуса. Имеем ум Христов, говорит апостол об истинных христианах. 1 Коринстан 2, 16. Равные на дела добродетели надо смотреть, как на плод благодати Христовой. Не по-христиански живущие христиане составляют сухие ветви на отрасли, идущие от корня Христа. И всякую ветвь, не приносящую плода, Отец Небесный отсекает и бросает в огонь. Язычники отрасль невозрожденная и неоживленная, идущая от гнилого корня Адама. Вера и они прививаются к отрасли живой и здоровой к телу Церкви, этому телу Христову. Чьи это листочки у дерева? Божьи. Чьи это благие мысли у тебя? Божьи. Чья способность у дерев произращать и ткать древесную ткань и производить и развивать листы, плоды? Божьи. То есть Богом данное. Чья у тебя способность мысли и слова? Божья. Употребляет ли во вред деревья данные им от Бога силы? Нет. Употребляет ли человек во вред данные ему Богом способности и силы? Употребляет. Зло употребляет умом полученным от Бога для познания Бога и Его истины. Зло употребляет своим сердцем созданным для любви Бога и ближних, для чувствования блаженства Бога общения и своей свободной волею данной для бесконечного усовершенствования в добродетели. В теле нашем, в его естественных отправлениях действует Бог, поддерживая, питая и возвращая его. В травке или в дереве или в животном действует он же, травку одевая, деревья возвращая и украшая листьями и плодами животных, питая и возвращая тела. Сами мы в теле своем не можем ничего, ни пол иоты, как говорится, сотворить, и волоса единого не можем белым или черным сделать. В бесконечно великом и бесконечно малом равно есть Господь, неограничиваемый ни тем, ни другим, но сущей весть во всем, будучи неделим и превыше всего. Могут ли быть листья древесные без дерева, а дерево может ли быть без земли? Воздуха, воды и теплоты. Так ни одна душа не существует без Бога, без Сына Его, без Духа Его. Бог мое бытие, мое дыхание, мой свет, моя сила, моя вода, мое питание. Он носит меня, как мать носит на руках младенца. Больше, нося меня душу и тело мое. Он во мне пребывает и срастворяется, как сказать со мною. Моляясь Богу, помните, что Бог есть три лица, а как Он есть лицо и лица, то Он в бесконечности имеет все те совершенства, какие мы можем вообразить в совершеннейшем каком-либо поблагодати Божией человеке. Например, в пресвятой Деве Марии, в Николае Чудотворце, в Яне Златоусте, в апостолах, пророках, исполненных Духом Божиим. Человек есть образ Божий и подобие Божий. По совершенному образу можно отчасти судить о первообразе. Каков он? Все лучшее, привлекающее наши сердечные взоры и сердечные расположения в человеке от Бога, от Сына Его и от Духа Его. Например, Святой Николай был и есть сострадательный и милосердный к людям по благодати Божией. Всегда он и ныне благопослушлив искренне Его призывающим по тому же благостному сердцу, которое он имел при жизни и ныне имеет по благодати Божией. Теперь, сам ли Господь Бог не сострадателен и не милосерд? И сколько сострадательнее и милосерднее? Бесконечно больше, как сам бесконечно больше Святого Николая. Или возьмите апостола Павла. Какая утроба человеколюбивая в апостоле! А слуге Силимона он говорит господину, ты его как мою утробу прими. Сколько любви в этих словах! А какая любовь дышит в его посланиях! Сердце наше распространите, говорит он Каринтиным, не тесно вмещаться вам в нас. Описал он в одном послании в чем состоит любовь божественная. Читая это описание чувствую, что апостол на деле исполнил все то, что написал о любви. Но откуда эта любовь в апостоле, прежнем гонителе и досадителе Христовом, который, входя в домы, власил мужей и жен, предавая их немилосердно в темнице? От Господа источника любви! Он один есть вечная и беспредельная любовь, обнимающая собой всех тварей. Как Троица, Бог наш, едино существо, хотя и три лица, так должны быть и мы едино. Как прост Бог наш, так должны быть и мы просты. Так просты, как бы все мы были один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта, без малейшей примеси злобы. Словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь, да будут едино, как мы едины. Все люди, как и ангелы Божии, дыхание Божие, оттого-то ангелы называются духами, или что тоже, дыханиями Божества, а человеческие духи душами, потому что сии произошли от дыхания Божественное и дышат Богом. Святым Духом сказано, всякая душа живится и чистотой возвышается. Ну и все прочие твари называются дыханиями. Всякое дыхание сказано дохвалит Господа, потому что и они от Духа Божия, хотя и не причастны разуму и свободе, поэтому всякую тварь надо беречь, не бить, не изнурять ее. Блажен кто из скотов милует. Бог есть Дух, простое существо, а Дух чем проявляет себя? Мысли словом и делом. Поэтому Бог, как простое существо, не состоит из ряда или из множества мыслей, или из множества слов или творений, но Он весь в одной простой мысли. Бог Троица или в одном простом слове Троица, или в трех листах соединенных воедино. Но Он же весь и во всем сущем все проходит, все наполняет собою. Например, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как святый огонь, проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренно, усердно, с верой и любовью. Но особенно Он весь в принадлежащих Ему именах Отец, Сын и Святой Дух, или Троица, или Господь, Господи Божий, Господь Саваоф, Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, Дух Святый, Царю Небесный, утешитель и Дух Истины, и прочих именах Своих. Ангелы и Святые также в Своих именах близки к нам, как близки имена их и вера наша в них, к сердцу нашему, ибо они не иное, что как дыхание Божие суть, один Дух с Господом. Молятся ли за нас Святые, которых мы призываем, молятся? Если я грешный человек, холодный человек, иногда злой и недоброжелательный человек, молись за других заповедавших и не заповедавших мне молиться, и не сомневаюсь, не скучаю терпеливо перебирать их имена на молитве, хотя иногда и несердечно, то святые ли Божие человеки, эти святильники и пламенники, горящие в Боге и пред Богом, полные любви к собратьям своим земным, не молятся за меня и за нас, когда мы с посильной верою, упованием и любовью призываем их? Молятся и они, скорые помощники и молитвенники о душах наших, как уверяет нас Бога просвещенная Мать наша Святая Церковь. Итак, молись несомненно святым Божиим человеком, прося их ходатайства за себя пред Богом. В Духе Святом они слышат тебя, только ты молись Духом Святым и от души, ибо когда ты молишься искренно, тогда дышит в тебе Дух Святой, который есть Дух Истины и Искренности, есть наша Истина и Искренность. Дух Святой в нас и в святых людях один и тот же. Святые святы от Духа Святого их осветившего и в них вечно живущего. Господи, ты, коего любовь к нам превосходит бесконечно любовь всякого отца, всякой матери, всякой нежнейшей жены, помилуй нас. Владыщица Богородица, ты, коей любовь к христианам, к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о тебе постоянно, да молимся тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кровь твой святый, неленостно и без сомнения. Мы молимся всеблагой и всенепорочной матери Божией, и она молится о нас. мы прославляем ее высшую всякой славы, и она уготовляет нам самим вечную славу. Мы говорим ей часто радуйся, и она у сына своего и Бога просит, сын мой возлюбленный, дай им вечную радость, да приветствуй меня радостью. Так несомненно верь, что Бог видит тебя, как ты уверен, что видит тебя отец или другое, кто лицом к лицу с тобою стоящий, с той разницей, что Отец Небесный видит все, что в тебе есть, каков ты весь, всех тварей, ангелов, святых, нас, грешных, животных, видит разом так, как солнце разом освещает всех. Впрочем, очи Господа, в десять тысяч крат светлее солнца, серах 23-27. Живое представление перед лицом своим Господа есть источник мира и радости для души. Сомнение в его присутствии производит смущение, скорбь и тесноту. Сердечная молитва источник покоя сердечного, а бессердечная, поверхностная, невнимательная, производит уязвление сердца. Иисус Христос с Отцом и Духом Святым есть неисследимая пучина человеколюбия. В этой пучине милосердие достанется избытком для всех милости. Только обратись к Богу с верою, упованием и сердечным болезнованием о неправдах своих, об оскорблениях, причиненных нами Господу Владыке и Благодетелю. Вот ближе к нам всяк... Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга. Я им живу душевно и телесно, им дышу, им мыслю, чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю, предпринимаю, делаю. Им мы живем и движемся и существуем. Бог есть действующий в нас и желания и действия по своему благоволению творящие. Потому надо всегда предзреть Господа перед собою одесную. Да не подвижемся, да не согрешим. Надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло его из наших мыслей и сердца. Ничто не загораживало его, никакое пристрастие к пище, питью, деньгам, одеждам, жилищу и его обстановке, к разным лицам. Никакие светские развлечения и игры не отнимали бы у нас прелюбимого Господа, но всякий час и минуту принадлежали бы мы ему и были бы с ним неотлучно, как он неотлучно с нами, как он постоянно о нас печется и хранит нас. Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда он далек от меня, не по пространству, ибо он во всякое время все наполняет, а по моему сердечному удалению от него, по моему нерасположению к нему, по действительному оставлению им меня своей благодатью и своим пребыванием в моем сердце, ибо тогда бывает во мне его враг дьявол. как в море и озере или реке каждая частица воды находится в соединении с другими частицами и окружена ими, или как в воздухе каждая частица воздуха окружена другими и соединена с ними, так все мы земнородные окружены богом со всех сторон, причем чистые из нас или очищающиеся, соединенные с ним и всюду находятся в нем. все мы земнородные точно вода, точно воздух, точно дерево многоветвиста составляем одно целое, хотя часто расторгаемое по зависти врага самолюбием, раздражительностью, враждой, урастрой, гордыней, ересями и расколами, завистью, скупостью, необщительностью, злобой, призорством и другими страстями. С другой стороны дьяволы и аггелы и его составляет одно между собою, как темная, злокачественная, ядовитая вода или огненосный, удушливый, убийственный воздух. Они окружают нас и усиливаются ворваться в нашу душу при ее невнимательности и разных пристрастиях, чтобы омрачить, возмутить, стеснить, попалить и всячески мучить нас. Так, например, вы идете иногда на чистом, благоухающем воздухе и вдруг зловоний с помойной ямой или от извержений человеческих порождает ваше обоняние самым неприятным образом, и вы скорее хотите миновать это место, чтобы опять дышать благорастворенным воздухом. Подобно этому и зловония бесовская. Сам Господь уподобляет воздуху и воде темное полщище бесовские, когда говорит, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и наперли на дом тот, то есть на человека, налегли на человеческую душу, и он пал. Говорят, как бы не смотрел, так не соблазнился бы, как бы не услышал, так и сердце не болело бы, как бы не вкусил, так и не хотелось бы. Видите, сколько соблазна от наших глаз, слуха и вкуса. Как много людей страдали и страдают от того, что, будучи нетвердым сердцем в добрых расположениях, взглянули неосторожно нечистыми глазами, послушали непривычными к развлечению добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом. Чувства грехолюбивой жадной плоти, необузданной разумом Божьими заповедями, вовлекли их в разные страсти житейские, помросили их ум и сердце, лишили покоя и отняли свободу у воли, сделав их гробами своими. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать или лучше как нужно беречь свое сердце, чтобы через чувства внешние, как через окна, не пробрался грех и сам виновник греха дьявол, не омрачил и не уязвил своими стрелами ядовитыми и смертоносными небесного птенца нашей души. Душа восприемлет себя Господа в животворящих тайнах мыслью, верой и сердечным сознанием, что в тайнах присутствует истинно сам Господь, а тело наше приемлет Господа устами и чревом. Когда душа восприемлет Господа твердой верой, тогда Господь проходит в одно мгновение и душу, как простое существо, и тело все, все суставы и его по причине наполнения душой всего тела и по причине все наполняемости божества. В жизни христианской необходимы искушения, пробы или испытания нашего душевного состояния, и как жизнь наша по подобию вещей, находящимся в доме, покрывается своего рода нечистотою, то и необходимо ощущать ее, как для пробы каких-либо вещей, например, серебра, нужны инструменты, так и для пробы или испытания души нужны люди, для подобного подобное же, которое волей или неволей, намеренно или вовсе неумышленно, своими поступками в отношении к нам делали бы явным и для нас и для других, покорны ли мы Божьим повелениям, объявленных нам в Евангелии, или нет, по духу ли мы живем, умиршляя деяния плотские, или по плоти повинуясь, как рабы воли плоти плотских помышлений и страстей, и мы, узнавши, что живем не по воле Божией, не по заповедям сладчайшего нашего Спасителя, а по своей греховной слепой воле, вскоре исправились бы, спешно и усердно последовали бы заповедям Божественного Евангелия. Тело наше живет теми стихиями, из которых само составлено, постоянно впитывает в себя воздух, воду, органические тела. Душа наша живет Божественным Духом, от которого она имеет свое начало и постоянно впитывает в себя для поддержания своей жизни жизнь приипостасного Бога через свет ума, благорасположение и желание сердца и воли и крепость в добре. Как тело, не питаясь с родными ему началами, не может жить и умирает, так и душа наша, не питаясь молитвами или добрыми мыслями, чувствами, делами, так же умирает. Как в телесной нашей природе, до времени совершается благополучно питание и возрастание тела, но если попадет через пищу или питье или дыхание яд или зараза, то вдруг причиняется телу боли и даже смерть в случае неподачи помощи, так и в духовной нашей природе течет до времени все благополучно, но когда природится к ней дьявол, тогда она тяжко страдает, как бы оцепеневает, ей нужна бывает скорая помощь от небесного врача Бога духов, которая получается не иначе, как через молитву веры. Дьявольские прилоги в душе человека соответствуют ядам в телесной природе, только яд вещественной природы редко попадают в наше тело, а эти всегда с нами или около нас. Как для питания и поддержания жизни нашего тела всегда готова та среда, в которой оно живет, именно свет, воздух, вода, пища, и воздухом, как более необходимым для его жизни. Оно постоянно окружено, а вода везде, так сказать, находится под руками, равно как растения и животные. Так и для души нашей всегда готовы в изобилии силы для поддержания ее жизни, ее духовной пищи, питье, одежда в триедином Боге. Находясь весь на всяком месте, как бы воздух или как мысленный свет, Господь каждое мгновение нашей жизни готов по вере нашей и ради постоянно молительного настроения нашей души поддерживать наши душевные силы, своей вседействующей благодатью, бывая для нас непрестанно светом нашего ума и сердца, воздухом, которым дышит душа наша, пищей, которую она питается и подкрепляется, и теплотою животворящую, которой она согревается, и одеждою, которой она не только прикрывает свою греховную ноготу, но и украшается ею, как царскую порфирою. Это одежда оправдания Христова. Человек каждое мгновение своего бытия находится в двух средах, вещественной и духовной, из коих все получает. Одна поддерживает его телесную, другая духовную его природу, а одна есть видимая природа, другая бесконечный, ипостасный Дух Божий, который, будучи весь везде, есть превыше всего, и, содержа все, сам ничем не ограничивается. Так ничтожен и немощен сам по себе всякий человек, что он все получает не из себя, а извне, для поддержания своего бытия. Сам он ничто, и как тело его поддерживается воздухом, пищей, питьем, так душа молитвы, чтением Слова Божия и святыми таинствами. С другой стороны, так как в царстве всеблагого и вседержавного Бога имеет место падшие злые духи, и местом своим имеет именно воздух и землю, и как человек с самого начала был ими увлечен к злу, как они всегда были и теперь есть и будут до скончания века вместе с родом человеческим, то и составляют, так сказать, среду, которой мы окружены и в которой мы живем. Люди существа свободные и притом падшие, хотя и восстановленные Сыном Божиим и стоящие в этой благости свободно верою, добрым расположением к Богу и добрыми делами, должны постоянно молитвой Бога ограждаться от противных сил, воюющих на нашу душу, хотящих уловить нас в плен свой и сделать подобными им по духу. Нужно всем крайне остерегаться, чтобы по своему духу и по своим делам не освоиться нам с духами злобы поднебесными, чтобы они не сделались дыханием нашей души вместо Бога, чтобы зло, составляющее их природу, не сделалось нашим злом. . . . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok